Сделано с любовью. Так говорят рукодельницы из медицинского колледжа про свои бескаркасные носилки. Признаются, стежки не всегда ровные и аккуратные. Где-то видны узелки, но зато в каждое движение иголки вложена душа. Делают такие носилки из текстильной стропы. Схему нашли в интернете. А идею предложили студенты и выпускники колледжа. Мы все знаем, что повсеместно сейчас собирается гуманитарная помощь. Идея возникла из-за того, что наши студенты там находятся сейчас на СО. И в разговоре мы переписываемся, в разговорах как раз про эвакуацию, как бы это нам близко, что очень удобно, но их не хватает. Есть такие носилки бескаркасные, которые шьются из тропы. Посмотрела в интернете. Это в принципе не так все сложно. В интернете можно найти схему, вплоть до расчетов на сколько, но... Пожелание приняли и решили попробовать выплатить. Стандартные носилки идут длиной 180 сантиметров. Студенты-медики увеличили длину до двух метров, чтобы было удобно и ноги больного не свисали во время транспортировки. Готовую работу обязательно проверяют на прочность. По расчету мастериц, такие носилки спокойно выдержат 200 килограмм. Пока процесс изготовления занимает пару дней, но со временем дело пойдет быстрее. Вы можете наблюдать процесс изготовления бескаркасных тактических носилок. Изготавливаем мы их для наших бойцов, которым мы помогаем. Для нас помочь им это очень знаково, значимо. Пускай не своим присутствием там, но хотя бы посредством коммунитарной помощи. Начали заниматься мы этим делом на прошлой неделе. И к сегодняшнему моменту уже сшиты две носилки. Ну, останавливаться не планируем. В дальнейшем еще будем продолжать наше производство, так скажем. Очень хотим помочь нашей армии. Съем их с любовью и с верой в победу, конечно же. Пока мастерицы шьют носилки, другие время зря не теряют. Ребята делают блендажные свечи, приносят медикаменты и продукты, а также пишут письма солдатам. В этот раз они особенные в виде праздничных открыток. Это наши искуденты, девочки, и наших преподавателей, дети, тоже написали для солдата вот такое письмо. Я думаю, как раз к 23 февраля они получат. Я думаю, это будет трогательно, конечно, и приятно, что получат. Они увидят заботу, заботу, отношения. Вот видите, такие вот, можно сказать, немножко веселые картиночки, но не всегда должно быть грустно в конце концов. Их надо прибодрить. Будущие врачи помогают и донорской кровью. Они регулярно сдают красную жидкость для бойцов СВО и призывают к этому сверстников и всех неравнодушных. Светлана Карпухина, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.